Вы знаете, друзья мои, шантаж России с газом в Европе, который привел в результате к скачку цен на голубое топливо, и там чуть не до 2000 долларов, которая, конечно, потом рухнула, привело к тому, что Европа, что называется, есть такое хорошее жаргонное слово, забила на Газпром и решила покупать газ в другом месте. И в настоящее время Газпромовский газ, действительно, вот Газпром говорит правду, когда сообщает, что Европа больше не делает у него дополнительных каких-то заказов, и поскольку у них не делают дополнительных заказов, они больше не поставляют. Посмотрите, Газпром использует украинскую трубу на три четверти, белорусско-польскую трубу закрыл, ну, используется более-менее Северный поток-1 и Турецкий поток кое-как. Все. Вот такие вот пироги, то есть Газпром снизил поставки газа в Европу. И не потому, что в данный момент уже не потому, что он не может его поставить, или не хочет, или шантажирует, а просто потому, что российский газ больше никому не нужен. Вот к чему привела эта многоходовочка Путина. Посмотрите, если совсем недавно объемы в общеевропейских, скажем так, запасах газа, объемы СПГ, то есть сжиженный природный газ, которые доставлялись тогда и из Катара, и из Австралии, составлял там 10, 12, 15 процентов. Вот в таких вот пределах было. Также был норвежский газ, английский газ и, естественно, российский газ, который там за 40 процентов зашкаливал. Наверное, по 50 процентов было и так далее в прошедшие годы. То на сегодняшний день к Австралии и Катару со сжиженным газом присоединились Соединенные Штаты, и их доля достигла вместе 37 процентов в общем, в общеевропейском потреблении. Самое интересное, что доля Газпрома, там с 50 процентов, было больше, чем 50 процентов, поверьте мне, упала до тех же самых 37 процентов с тенденцией дальнейшего падения, потому что Катар, Штаты и Австралия, что называется, поймали хайп, поняли, что на этом можно заработать, потому что цены на газ в Европе выше, чем в Штатах, и гонят газовозы один за одним на Европу. А, соответственно, российский газ уже никому и больше не нужен в таких объемах, как он был нужен когда-то. Таким образом, а, да, еще такой момент, какие страны наиболее резко увеличили закупку СПГ, то есть это сжиженного природного газа. Прежде всего Франция и Великобритания. То есть, чтобы вы понимали разницу, Франция увеличила почти в 4,5 раза закупку СПГ, Великобритания в 3 раза. То есть, они окончательно плюнули на Газпром, им этот газ не нужен, это не Газпром, Россия является ненадежным поставщиком, и, соответственно, Европа сейчас снижает российскую долю, я уже об этом рассказывал. К следующему году они хотят довести долю России где-то процентов до 15, в идеале до 10%. Все остальное будет СПГ, норвежский газ, там, алжирский газ и так далее, и так далее. С тем, чтобы, знаете, скажем так, уровень поставки от ненадежного поставщика, то есть от России, был в пределах математической погрешности. 10% они могут заменить вот так, они в этом году 40% заменили. Соответственно, на следующий год заменить 10%, сезон уже заканчивается. Уже никого не напугаешь, уже никого не процантажируешь, ничего не сделаешь. Вот, таким образом, на следующий год, я лично думаю, что они сразу до 10% не понизят, но я не ожидаю, что на следующий год доля Газпрома в Европе повысится выше 20-25%. Все, Газпромовский газ становится не игроком номер один, как он был в течение 30-40 лет, а одним из игроков, причем далеко не самым большим.